Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие, вы огромны, мы великие. А вы жмёте, вы всё маетесь своей завистью, вы подавитесь. Воля, слово вам незнакомое, вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание золота, у нас жгут коктейли Молотова. Да, у нас сердце кровь горячая, а что вы нам за родня незрячая? А у нас всех глаза бесстрашные, без оружия, мы опасные. Повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили, мы восстали и всё исправили. И зря прячутся крысы, молятся, они кровью своей умоются. Вам шлют новые указания, а у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас демократия. Никогда мы не будем братьями. Эта поэтесса Анастасия Дмитрук написала ещё во время Оранжевой революции, во время Второй революции в 2014 году. И этот стих очень, мне кажется, передаёт всё то, что мы чувствуем по отношению к российскому народу. Мене звати Ірина Ковальчук, и в мирном житті я, власне, цей ивент-агенции в Украине. А зараз я режисер української частини, українсько-грузинского спільного проекта, который называется «Для Украины». Но когда началась война, мы решили, что нужно говорить мовою культурной дипломатии. Дуже важно мовою музыки донести до людей всього світу. Это та мова, которую понимает весь мир без переклада. Мы придумали такую программу, с украинскими иллюстраторами намалювали иллюстрации, соответствующие темы. Дуже много наших друзей помогали, там, киностудия, фильмея, украинская. Мы используем видеоанимацию и хронику детей. Войны, которые остались без родителей, которые погибли, возможно, даже во время войны, потому что большая количество детей погибло во время войны, более 200 человек уже мертвых. И мы не знаем точно количество, и никогда не узнаем, пока не закончатся раскопки тих могил, которые находятся в местах. И музыка Скорика, мелодия, которая сейчас звучит фоном, она стала легендарной музыкой, которая по всему миру и выполняется симфоническими оркестрами на поддержку Украины и нашей борьбы с фашистской Россией. Мы взяли только женщин, потому что все мужчины остались в Украине и защищают нашу страну. И в оркестре из 60 участников осталось только 23. То есть женщины на сцене, вместо мужчин, пустые стильчики, на которых светит светло. Это наши воины, которые защищают Украину. Да, он символизирует, власне, то, что мы, ну, біля каждого из нас мав сидеть наш коллега, который сейчас остался в Украине. И, например, мы тут только струнным складом, потому что 99% духовиков – это мужчины в нашем оркестре. И, конечно, тяжело быть здесь, конечно, неповним складом оркестра. Ну, для меня особенно, потому что мой мужчина тоже работает в нашем оркестре. И, конечно, я бы хотел разделить с ним свой первый визит в Тбилиси. Но я думаю, что мы, конечно, победим и повернемся сюда повним складом. Ну, культура завжди в українському житті мала велику роль, потому что украинская нация взагалі відрізняется от российской абсолютно всем. У Львови люди реагируют на музыку всегда одинаково. Львов – очень спевучая часть, очень спевучая часть, и вообще Украина очень спевучая. Мы слышим музыку сердцем, и мы хотим, чтобы украинскую музыку, которую мы привезли сюда, в Грузию, привеземо в другие страны света, а сейчас в Грузии. И мы смотрим на мирное население, которое гуляет, спевает, смеет, пьет каву, сидит в ресторанах. Мы понимаем, что когда-то такое самое життя повернется и в Украину, но не сейчас. Сейчас нам нужно бороться за свою свободу, и мы очень благодарны Грузии за то, что вы нас так поддержите сильно. Домой вернуться. Я мечтаю вернуться домой. Я смотрю по камерам, как ростут мои нарциссы. У меня 13 видов нарциссов святают дома. Я очень хочу домой. Украина